Можно просто на примере стола. Я захожу в помещение, вижу стол, но я пока не пощупаю и не буду знать, что это дерево, я не говорю себе, что это стол. Так или как? Так. Ты, допустим, сохраняешь, то есть ты заходишь, зрительный аппарат доводит до твоего сведения, что вот есть какой-то предмет. Сразу поисковики мозга выискивают, что похожее, что похожее, что похожее. Ну, как тоже на компьютере есть поиск, и в гугле есть поиск по схожим фотографиям. Вот это намного быстрее всё происходит. Поиск, поиск, ага, стол, похоже на стол, значит, наверное, стол. А, стол какой? А, стол деревянный, всё. Ты, конечно, да, может, вероятнее всего, стол. Но потом уже, а, ну да, стол. А если не стол? Ну, просто, как бы, более, может, детальное внимание к этому явлению. Здесь, ну, это, да, это надо заниматься самоанализом. Ну, это минимум на двух планах нужно действовать, то есть оставаться вот в том, чем я занят непосредственно, да, и ещё держать, ну, анализ всего вокруг, ну, как бы, да, и отсекать это все вещи. И постоянно вообще анализировать процесс мышления. Потому что люди не мыслят сейчас. Львовские, там, специалисты доказали, вот, на примере статистики, один-два процента человек самостоятельно мыслит. Ну, ты представь это себе, это кошмар. Всё остальное что, подсознание? Всё остальное, это совокупность подсознания, общественного мнения, стереотипов, там, чего угодно, но не личных мыслей человека. Там чувства, инстинкты, что угодно там, но не личностное мышление. Как вы, люди, и мыслите? Если вы, люди, думайте, ну, если переводите. Или если вы, люди, то мыслите. А нам доступен ещё какой-то более добрынный орган восприятия, ниже...